Всем привет! Наконец-то настал тот день, когда я собралась с силами, нашла время свободное, свободную комнату, чтобы мне никто не мешал, и решила снять видео вопрос-ответ. Давно я вам уже это обещала, если никак у меня не доходили руки, ноги и так далее. Поэтому вот сейчас решила всё-таки выполнить своё обещание. Навела тут красоту, волосы лезут в рот, но ладно. Попыталась привести себя немножко в порядок, чтобы выглядеть хорошо. Так, ну с чего начнём? Я распечатала, кстати, ваши вопросы, которые вы писали под постом к рубрике, которую я хотела ввести. Ну, начну с того, что немного расскажу о себе. Меня зовут Маша, как вы уже знаете. Я из города Калуга. Мне 34 года, в этом году будет уже 35, небольшой юбилей. Вот. Что ещё рассказать? Рост 160, вес примерно 55 килограмм. Вот такая вот я, Маша. Так, что вам было интересно обо мне узнать? Давайте посмотрим. Я вот распечатала некоторые вопросы. Так, ну, начнём. Наталья пишет. Маша, я вас от души поздравляю и желаю дальнейшего развития канала. Вы когда-то давно делали небольшие видео, где показывали, как комплектуете и носите одежду из секонда. Были у вас и совместные проекты с другими блогерами. Почему перестали снимать подобные ролики и планируете ли в дальнейшем возобновить? Да, были у нас совместные ролики. Точнее, он был один. С Ириной из Москвы. Вот. Как-то больше никто особо не предлагал. Ещё с Лейсаном был. Ну, Лейсан перестала сейчас вести свой канал. Но, вот, всё время мне хочется это вот продолжить, то есть, показывать свою одежду в реальной жизни. Но, к сожалению, в реальной жизни мне на всё времени не хватает. У меня есть основная работа. И поэтому все выходные практически у меня получается, что я провожу в секонде и потом ещё монтирую эти видео. Ну, так, конечно, идей и задумок у меня много. У меня куча заметок, где я уже там посоставляла комплекты и продумала, как их показать получше. Я думаю, что надо всё-таки ввести такую рубрику обратно. Конечно, она набирала меньше просмотров, чем влоги из примерочной, но имеет место быть. Поэтому, если вам это интересно, так же, как Наталья, которая писала этот комментарий, напишите тоже в комментариях, стоит ли мне делать такую рубрику, типа, вот, составление комплектов из имеющейся одежды секонд-хенд. Как я комбинирую, что ношу, какие комплекты составляю и так далее. Вот. Исходя из этого, у моего ответа вытекает вот второй вопрос. Евгения пишет. Если у вас подписчицы из Калуги, кто ходит к вам на ногтики? Благодаря вашему каналу узнал о вас и стал клиентом. Просто из интереса спрашиваю, я бы с удовольствием ходила к вам, но живу в Подмосковье далековато. Спасибо, Евгения, очень приятно. Нет, к сожалению, клиентов я с помощью своего канала не нашла. У меня уже сформированная, в принципе, клиентская база. Мои клиенты ходят ко мне давно, они постоянные. И база практически не поволняется новыми клиентами, у меня просто чисто физически уже не хватает времени. Ну и плюс о своем вот таком хобби я особо не распространяюсь. И не все знают о моем таком хобби, и тем более о ютуб-канале. Как-то так. Так. Следующий вопрос. Ната пишет. Привет, Маша, поздравляю с 8 тысячами. У меня не вопрос, а просьба. Рум-тур по квартире, ремонт и т.д. Спасибо. Число подписчиков уже перевалило за 8 тысяч, пока я собралась писать, записывать это видео. Но все равно спасибо. Очень приятно, что вы со мной, что вы меня поддерживаете. Рум-тур как таковой проводить, не знаю, имеет ли смысл. Тематика канала все-таки немножко другая, не думаю, что это наберет много просмотров. К тому же у нас ремонтик совсем такой простенький, и все еще не до конца сделано, все еще в процессе. Еще туалет, ванна у нас прям совет-стайл, скажем так. Ничего не сделано там, поэтому показывать особо нечего. Но, возможно, когда-нибудь я созрею и постараюсь снять вам такой обзор и рум-тур, как вы написали. Так. Что еще мне пишут? Что еще мне пишут? Так, Римма пишет. Маша, смотрите ли вы других секонд-хенд-блогеров? Есть ли для вас примеры, и если есть, чему вы у них учитесь? Времени, к сожалению, на просмотры других каналов у меня тоже категорически мало, потому что я смотрю еще по ноготочкам каналы. Некоторые из секонд-хенд-блогеров я смотрю, продолжаю смотреть Ирину. У нее сейчас канал переименовался в мандариновый канал. Юлю смотрю. Кого я еще смотрю из секонд-блогеров? Валентину. Ну, в общем, что-то, если попадается интересное, я смотрю. Оксану я перестала почему-то смотреть, но иногда заглядываю. Вот. Есть ли для меня примеры в секонд-блогерах? Да, даже не знаю, я как-то уже привыкла. Так, как снимаю и делаю я. Ну, конечно, некоторые какие-то фишечки там может и можно подчеркнуть. Ну, я и свои фишечки постоянно стараюсь вводить. То есть, недавно я скачала еще одну программу. Думаю уже даже купить платную версию этой программы, потому что она мне нравится. И теперь я не трачу время на съемку именно видеокусков, где название бренда, состав. А теперь я именно делаю как. Я фотографирую и где-то в уголке вставляю бренд. И там чуть ниже, например, состав. И еще чуть ниже цену. То есть, это и сокращает мне время съемок в магазине именно, и сокращает время видео. Потому что иногда, если делать вот так вот куски видео, то есть, бренд, состав, цену снимать, это все равно там, ну, хоть по 5 секунд там, но занимает время. И если вещей там штук 20 в примерке, то это прям очень увеличивает время. И не все просто готовы смотреть получасовые 40-минутные видео. И поэтому это немножко позволяет ужать это видео. И сделать его чуть покороче. Потому что когда я сажусь озвучивать видео, если оно 20 минут даже, у меня уже к концу видео просто начинает заплетаться язык. Я могу что-то забыть, начать оговариваться. И, в общем, озвучить это все одной аудиодорожкой очень сложно. А программа, к сожалению, в которой я монтирую, не подразумевает, что можно как-то разбить и потом частично записать. В общем, это не очень удобно. Я стараюсь сразу озвучить весь этот смонтированный материал. То есть, я теперь прогоняю видео сначала через одну программу, где все склеиваю, накладываю музыку. Во второй программе я накладываю уже вот эти картинки. И в третьей программе озвучиваю. Уходит, конечно, больше времени, чем обычно. Но видео немножко ужимается. И многим понравилась эта фишка, где я вставляю вот такие картинки. Поэтому, короче, вопрос был. Если у вас блогеры, у которых вы чему-то учитесь, в результате я рассказала о своих каких-то фишках. В общем, ничему я, походу, у них не учусь. Пытаюсь сама как-то освоиться и придумать что-то свое. Так, что еще? Что еще мне писали? О, вот большой такой вопрос у меня есть. Мария Маркова пишет. Поздравляю! Побольше тебе подписчиков. Это только начало. Да, спасибо, Маша. Процветание твоему каналу. Побольше выпусков секондов. Нравится твоя подача, юмор. Что не стесняешься показать необычные, а порой смешные вещи. Это твоя изюминка. Отличие от других в этой тематике. Да, спасибо. Я сама люблю примерять что-то необычное. Ну, зачем мне примерять 100500-ый свитер от Zara? Какой-то суперобычный, пусть и супертрендовый, когда я могу примерить вообще что-то необычное, что-то такое комичное. Вот, например, вот эту рубашку, когда я нашла, здесь совмещение вот и каких-то романтичных мотивов в виде рюшечек. И сама она вроде как такая классическая, в клетку. И тут вот такой воротник. Но, как оказалось, смотрится очень даже прикольно. И мне нравится. Очень прикольно. Поэтому я люблю примерять что-то необычное. Не как у всех. И частенько даже такие вещи идут в мой гардероб. Так, вопрос к видео. Как ты вообще решила стать блогером? Что тебя вдохновило предшествовало такому решению? Почему выбрала эту тематику? Муж поддерживает твою деятельность? Очень интересно узнать, с чего все началось. Это было так давно, что я уже даже не вспомню. Но что предшествовало, то, что я помню, что муж подарил мне такую маленькую экшн-камеру. Я только тогда начинала осваивать секонды. У нас был рядом с домом секонд-хенд Вова, в который я могла буквально за пять минут дойти и что-то там найти себе и поковыряться. И мне с каждым разом было все интереснее и интереснее. И какие-то моменты, примерки я даже сняла на вот этот спичечный коробок. Я когда-то даже выкладывала видео, я где-нибудь оставлю ссылочку, либо в описании, либо наверху. Выкладывала коротенькое видео с вот этих вот примерок моих, которые я снимала, когда это еще не было мейнстримом, скажем так. Это был где-то 17-й год. Ну, конечно, эти съемки мои не вышли никуда в свет. Вот. И изначально я вообще, когда занималась ногтями, я пыталась снимать что-то на ногтевую тематику. Там, какие-то дизайны, какие-то укрепления, какие-то вот себе, как я ногти делала. То есть что-то в ногтевой сфере. Тогда еще даже ногтевых блогеров-миллионников не было. И мои видео даже в какой-то степени просматривались, просматривались, и канал набрал почти 4000 подписчиков. Он до сих пор висит. Там у меня есть второй канал. Но, к сожалению, ногтевой я все оттуда удалила, потому что это уже жутко неактуально, жутко смотрится. То есть это... Так чисто поражать можно было бы в данный момент над этими видео. Поэтому я их все оттуда удалила, и туда я выкладываю какие-то вот моменты из жизни, бывает, выкладываю. Ну, какие-то такие видео, которые я хочу сохранить для себя, где-то кроме каких-то физических носителей. Так что я туда редко что-то выкладываю. Этот канал уже никак не монетизируется. Подписчиков там 3000 с чем-то сейчас. Но его я пока никак не веду. Я думала, что может сделать какой-то второй канал в какой-то другой тематике перевести его. Потому что я пробовала туда видео с секонда выкладывать, и там эту фишку не поняли. Ну, конечно, туда набиралась определенная аудитория по ногтям, и эта фишка там совершенно непонятна. Поэтому я думала перевести этот канал в какой-то, может, другой канал. Ну, идеи у меня пока нет, и времени, к сожалению, на это тоже. Возможно, когда-нибудь этот канал оживет, и будет вестись на какую-то другую тематику. Ну, я даже пока не представляю, на какую тематику его можно вести. Если у вас есть какие-то идеи, можете написать в комментариях. Мне, кстати, часто пишут, что у тебя такой успокаивающий голос, все дела... Ну, не все так пишут. Многие пишут, что у меня противный голос, я там и гакаю, и гэкаю. Вот. И пишут, что тебе можно вести ASMR. Ну, я себя в этой роли не пробовала, и даже не представляю, как это, и не знаю, востребовано ли это. Поэтому вот как-то я ушла далеко от вопроса. Мысли мои перемешались уже все. В общем, что вдохновило, предшествовало решению завести канал про Second. Ну, наверное, моя любовь к Second, плюс я начала замечать, что стали появляться блогеры, которые прикольно вещают, рассказывают, но у меня тогда не было возможности снимать какие-то примерки, что-то еще. И я решила попробовать снимать примерки именно вот прям в примерочной и показывать свои находки. Изначально я даже снимала без лица, то есть вот чисто от туловища. Как-то я стеснялась показаться, а потом подумала, так черт-то все, почему бы и нет? Видите, меня такой, какая есть, я такая, какая есть, я этого не стесняюсь. И если меня даже спросят, то, что, правда, одеваешься в Second, там, я скажу, ну да, и это мой выбор. Я не верю в это, что там у одежды есть какая-то энергетика предыдущего хозяина, что все, там, ты переймешь его судьбу, там, у тебя будет все плохо, если у этого хозяина было все плохо. Я в это все не верю. Я считаю, что почему не купить оригинальную вещь, чем купить что-то в масс-маркете, то, что сейчас у всех, и все ходят одинаковые, как клоны. Я не хочу, я хочу купить качественную вещь с хорошим составом и за копейки. И вот такая у меня философия. Я этого не стесняюсь, и поэтому решила транслировать это на YouTube. Так, поддерживает ли муж мою деятельность? Да, муж поддерживает мою деятельность, и вы могли видеть, что он даже снимается со мной в каких-то видео. Почему бы и нет, как говорится. Он считает, что это неплохая деятельность. Я там не хожу по бутикам, не трачу баснословные деньги. Я одеваю всю семью, можно сказать, за копейки и экономлю семейный бюджет. Плюс, когда YouTube еще хоть как-то монетизировал видео, капала даже небольшая копеечка за просмотры. Сейчас, к сожалению, с этим туго. YouTube практически, в связи с ограничениями, перестал что-то начислять за видео. Точнее, ну, что-то капает за видео. Там, может, один-два доллара за видео капает. Кому интересно, вот, сколько зарабатывает блогер. Но, к сожалению, сейчас эти деньги никак нельзя вывести, потому что все банки под санкциями, и они не работают с переводами из США. А YouTube это вот из США все переводит, поэтому даже денежки, которые сколько-то хоть накапало за видео, вывести их сейчас нереально. Поэтому продолжаем работать на голом энтузиазме. Многие пишут, мы рады, что ты не пропадаешь, что ты продолжаешь вести канал. Я очень рада. Многих из вас я уже узнаю по фамилии и имени в комментариях. Очень приятно. Сейчас прослижусь. Вот. Спасибо, что вы со мной, что вы поддерживаете. Я по максимуму постараюсь продолжать вести свой канал. Потому что это уже как мое детище, и я его бросить не могу. Так же, как и вас. Вот. Поэтому спасибо, что вы со мной. Мне это очень приятно. Я реально заметила, что многие блогеры после того, как отключили монетизацию, перестали снимать видео. Но у меня тоже было в первое время прям грусть, печаль. Потому что все равно хоть небольшая денежка, но капало. Это хоть как-то оправдывало мои все эти походы, покупки и так далее. Потому что покупались и платные программы для монтажа, и все это какое-то оборудование. И хоть что-то могло на эти деньги купиться. А теперь... Теперь... Теперь как есть. Ну, буду продолжать вас радовать своими видео. Буду стараться выкладывать почаще. Перед Новым годом я, к сожалению, пропала. Потому что у меня было много работы. Я две недели работала без выходных. И я решила, что в следующем году я так работать не буду. Это нереально тяжело. Я вот целую неделю просто вот этих выходных дней я не делала ничего. Я только спала, ела и даже практически не выходила гулять. В связи с некоторыми событиями в семье мы даже в этом году не смогли никуда поехать, чтобы развеяться как-то. Поэтому всю эту неделю выходных мы просто провалялись дома на диване за просмотрами ютубчика, фильмов и так далее. Вот. Так. Так. Вопросы у меня кончились. Именно которые вы мне прислали под моим постом, под видео. Даже не знаю, вспомнить бы еще какие-то вопросы, может, которые вы мне задавали. Но, к сожалению, сейчас я вот так уже и не вспомню. Но, уходя от темы, я на некоторые вопросы вам все-таки, думаю, ответила, которые вы задавали в моих других видео. И если у вас остались какие-то вопросы, можете написать в комментарии. Я постараюсь на них ответить. Либо это будет задел для следующего видео в стиле ответ-вопрос. Также я завела свой канал на дзене. Туда дублирую свои видео. Так что буду рада, если подпишетесь. Возможно, там будут появляться какие-то интересные статейки. Я пока еще в раздумьях, как развивать дзен-канал, потому что там очень много своих нюансов. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я делюсь своими какими-то находками, какими-то примерками еще раньше, чем выходит видео на ютубе здесь. То есть там вы можете какую-то информацию увидеть раньше, чем на ютубе. А иногда и ту информацию, которой на ютубе вообще не бывает. То есть бывает, что я там забегаю буквально ненадолго в секонд, без съемок, и что-то там примеряю и могу показать вам в телеграм-канале. Поэтому буду рада, если вы подпишетесь на мой телеграм, на мой дзен. Ссылочки оставлю в описании. Подписывайтесь. На этом буду прощаться с вами. Спасибо вам, что вы со мной. Всем до встречи и пока! Пока!